Приветствую вас, Яна. Давайте разберем ваш вопрос. Два момента, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. Первое, это страх. Второе, это ваша неуверенность, вероятность, тревожность. Может быть тоже страх. В первом случае я конечно говорю про страх вашего парня. Потому что при прочих равных условиях его позиция выглядит как будто он пытается, условно говоря, простроить пути отхода на случай, если у вас вдруг что-то не получится, на случай, если вдруг у вас нет проблем. То есть это просто такая попытка не вкладывать всего себя в отношения, потому что есть страх серьезных отношений, страх ответственности, страх может быть потерять что-то или может быть просто пугает серьезность. Такое бывает. Особенно вот, чтобы говорить, что вам по 20 лет и вы три с половиной года уже встречаетесь. Вот, кстати, может быть и кризис трех лет, если человек заговорил про там какие-то вещи только сейчас, если недавно. Ну, если изначально ничего не было, а вот сейчас он вдруг об этом заговорил, то это может быть кризис трех лет. Вот. Вот. Когда, например, влюбленность, если она была, проходит, остаются только какие-то чувства. Вот. И любовь там как бы не приходит. Недалеко не всегда любовь приходит. Вот. Когда проходит влюбленность, иногда остается уважение, остается симпатия, остаются какие-то, ну, какие-то общие вещи между людьми. Людьми. Но. 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 Как бы вот факт. С фактом, что здесь именно вот такая реакция на серьезность. Такая реакция на вот, ну, какую-то вот, значит, валь. Вот. То есть это вот, как правило, так работает. Понятно, что могут быть и другие варианты. Вот. Ну, 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 на мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. Вот. Ну, ну, вот наиболее, как бы, актуальный вариант. Такой. А, как бы, вот, подобная реакция, она, ну, как правило, связана с характером отношений. Вот. То есть, то есть характер отношений. Если он, например, недостаточно глубокий, если он недостаточно разноплановый. Вот. Если он, как бы, такой достаточно односторонний характер, то возникает такая история. То есть, когда отношения не, как бы, не полномасштабные, да, когда они не разносторонние. Такое бывает. Поэтому здесь, конечно, конечно, нужно смотреть на то, как непосредственно ваши отношения складываются. Здесь нужно смотреть на то, как непосредственно вы общаетесь и смотреть, где вы уходите, может быть, от какой-то искренности в следовании, например, определенным моделям, определенным концепциям, следованию определенным, может быть, правилам, да. Вот. То есть, ну, ситуации разные бывают. И отношения все люди строят на самом деле очень по-разному, на таком вот глубоком уровне, я бы сказал. Поэтому нужно здесь, мне кажется, смотреть. Вот. Дальше. Дальше. Если вы в себе не уверены, если вы как-то тревожитесь, если вы как-то сомневаетесь, если вы как-то оспариваете внутри себя свою ценность, ценность молодого человека. Если вы, например, боитесь молодого человека потерять, если вы тревожитесь там по каким-то моментам, то его реакция может быть естественным отражением этих самых ваших страхов, потому что вы себя так ведете. Тоже достаточно важный момент. Поэтому не только и не все зависит от него. У вас тоже много чего, много чего зависит. И это важно не только понимать, но и чувствовать. Ответственность за это необходимо осознавать. Вот. Но тут есть оборотная сторона. Оборотная сторона – это гиперответственность. Когда наоборот, вы слишком сильно пытаетесь контролировать, например, отношения. Да? Слишком-слишком вмешивайтесь именно в ход отношений. Вот. Но не позволяйте им просто вот идти, как идти, как идти, как идти, как идти, да? Вот. Там тоже, ну, может быть, вот. Поэтому я бы обратил внимание на то, насколько вы являетесь сами собой в отношениях, насколько вы искренне, насколько вы свободны, вот, в своих выражениях различных переживаний, да? Вот. Потому что ситуации бывают, опять же, разными. Бывают ситуации, когда люди в начале отношений ведут себя согласно определенным моделям, потом расслабляются и ведут себя более свободно. Бывает наоборот, когда в начале люди ведут себя свободно, а потом начинают вести себя согласно каким-то моделям, вот. И могут быть различные дефиниции подобного переплетения. Поэтому тут нужно поправить. Ещё один важный момент, но уже такой, он не то чтобы менее важный, просто он более локальный, что ли, это момент, связанный с тем, как вы на это реагируете. То есть, часто люди, не осознавая этого, могут пытаться манипулировать. И манипуляции, на самом деле, бытовых манипуляций, то есть, бытовая манипуляция, это когда человек не осознаёт манипуляции, но, по сути, манипуляции происходят. На самом деле, бытовых манипуляций гораздо больше, чем манипуляции, ну, таких вот, профессиональных, скажем так. Вот. Если, конечно, мы, ну, берём за какую-то основу именно такую терминологию. Вот. Это может быть манипуляция, чтобы проверить, там, не знаю, вашу реакцию и так далее. Вот. И не относитесь к этому, как к чему-то такому, знаете, сразу негативному, что вот парень мне не верит, там, и так далее. Нет. Это может быть совершенно не связано с тем, что нам верить, и человек может даже не осознавать этого. Вот. Но, тем не менее, это может быть объективно. Объективно это может быть. Вот. Вот. Поэтому на это тоже необходимо, как бы, делать, ну, такой акцент, что ли, я бы сказал. То есть, ну, то есть, вот, смотреть, там, какие места, да, какие вещи важны, да, там, условно говоря, вашего парня. Вот. А что ему важно? Что для него важно? Вот. Это тоже мне кажется, мне кажется, такой вот достаточно ценный момент, потому что, если вы видите, например, что человеку, вот, что, ну, что-то важно, если вы видите, что человек, там, не знаю, что-то волнует, что-то его интересует, вот, то очень, как бы, на мой взгляд, вот, нужно этому уделить внимание, как минимум. Потому что, извините, но, если на это не обращать внимание, если на это не, если этому не придавать значение, то могут быть, на мой взгляд, прям, вот, серьезные проблемы, как мне кажется. Вот, понятно, что могу ошибаться, но здесь все совершенно большевик. Вот. Как, как, как мне кажется, по крайней мере. Вот. И, на мой взгляд, вот, на это нужно обратить, обратить вам самое пристальное свое внимание, вот, если какие-то вещи для вашего мужчины важны, да, вы, там, вот, как-то на них, вот, ну, привычно, непривычно, вы закрываете глаза, вот, опять же, я вас не обнею, вот, но, просто, пытаюсь вам, вот, донести, вот, такую, такую, важную, важную, как мне кажется, важную мысль, вот. А, на мой взгляд, это основные моменты, вот, которые можно выделить, вот, в контексте того, что, ну, как бы, выговорить. Вот. То есть, в принципе, ну, в принципе, в принципе, в принципе, ваша тревога, она ясна и понятна. Ваше переживание более чем понятна. То, что вам может, ну, может быть неприятно, например, да, ну, то есть, вам могут быть неприятны какие-то вещи, это тоже понятно. Ну, важно об этом говорить, важно обращать, как мне кажется, на это внимание, вот, важно уделять этому достаточное количество внимания, достаточное количество ресурсов, вот. И, мне кажется, что это будет так или иначе вознаграждено. Ну, потому что, опять же. Это позволит, ну, достаточно быстро показать, вот, как человек к вам относится, ну, по факту, да, как он относится к вам. Хорошо он относится к вам или не очень хорошо к вам относится, вот, дорожит ли он, там, условно, вами или не дорожит он нами. То есть, вот, это такая штука, где крайне важна искренность. По крайней мере. То есть, если искренности нет, а если нет, естественности, да, если нет вот какой-то свободы, вот, ну, вот, в отношениях, например, вот, то могут быть, конечно, очень серьезные трудности во взаимопонимании, вот, и, как бы кто там что ни говорил, ну, вот, такие моменты, ну, будут проскакивать, так или иначе, вот. А если вам, например, кажется, что отношения движутся, допустим, ну, не знаю, куда-то вот не туда, если вам, если у вас есть такое, ну, подозрение, например, ну, вот, то имеет смысл об этом поговорить, имеет смысл это обсудить, мне кажется, имеет смысл, да, поисследовать, имеет смысл разместить вот то, что вас волнует и то, что вас беспокоит. То есть, непосредственно, ну, в процессе взаимодействия, значит, ну, между вами, между вами и мужчины, мужчины, вот. Вот, вы сделаете большую услугу, окажете себе и, собственно, человеку, вот, окажете большую услугу своим отношениям, вот. Потому что все будет более, более ясно, более четко, вот, более понятно у вас в отношении, в отношении. А вот, и, как результат, конечно же, вы сможете двигаться дальше, ну, то есть, вот, так или иначе, вы сможете двигаться дальше. Вот, если, конечно, вам это хочется, если, конечно, вам это интересно, если, конечно, вы в этом заинтересованы. Потому что, потому что, опять же, я не знаю, чего вы по итогу хотите, вот, то есть, вы спрашиваете, вроде бы, как парня по нему понимает. Вот, но, ведь, понимают все по-своему и, может быть, мужчина до конца сам не понимает себя, вот. Такое тоже, в принципе, бывает, бывает довольно часто, к сожалению. Вот, поэтому, я думаю, что пытаться, вот, именно, что понять человека, мне кажется, бесполезно, мне кажется, бесполезно пытаться понять человека. Мне кажется, что, то, что вы можете сделать, мне кажется, то, что вы можете сделать, это отреагировать своими ощущениями. Вот, мне кажется, что, то, что вы могли бы сделать, это выразить какое-то, вот, свое, ну, отношение, может быть, к тому, что происходит между, например, вами. Вот, но, опять же, многое зависит от того, чего вы хотите, очень многое зависит от этого. То есть, ну, многое зависит от того, какие отношения вы хотите простраивать, например, да, то есть, ну, доверительные или, или, там, не очень доверительные, материалистичные, то есть, ну, понятно, что вы хотите, какие, понятно, что вы хотите отношения, вот. Вот, иначе бы вы не спрашивали, но, вот, каких отношений вы хотите, это, мне кажется, большой вопрос, поэтому, я бы, вот, на это обратил бы ваше внимание, вот, мне кажется, это очень важный аспект, на который, вам, вам, ну, о, который вам стоит подумать, вот. Вот, поэтому, не торопитесь, не спешите, вот, будет здорово, если вы, ну, если вы подумаете, если вы, вот, посидите, поприслушивайтесь к себе, вот, если вы просмышляете, если вы просмышляете, вот, как-то, и дальше, дальше уже будете двигаться куда-то, вот, ну, в какую-то сторону, вот, мне кажется, так, мне кажется, так, вот. Что-то решать, прям, вот, ну, прямо сейчас, мне кажется, не очень хороший день, вот, что-то решать, что-то решать, прямо сейчас, мне кажется, не лучшая мысль. Вот, понятно, что, я могу осчитаться, вот, и, что у вас, может быть, другое мнение, да, понятно, тоже, вот, но, хочется верить, что, какую-то пищу для размышления я вам дал, я вам дал, вот. Хочется верить, что, вот, для себя какие-то выводы вы сделаете, все-таки. И дальше уже можно будет как-то вот двигаться, ну, вот, в каком-то другом, немножко, может быть, направлении в контексте ваших отношений, вот. На этом, в принципе, я думаю, можно мой ответ закончить, вот, это, мне кажется, что этого достаточно, вот, пока что на сегодня, вот, ну, в смысле, на данный момент этого, мне кажется, достаточно будет. Вот, вот, если, если вам важно, вот, ну, что называется, что-то вынести из этого, а? То я бы рекомендовал бы дать мне обратную связь на мой ответ, да, могло бы поспособствовать лучшему, ну, лучшему осознаванию, скажем так. Вот, значит, вами ситуации, вот, как мне, опять же, кажется, как мне, опять же, кажется, вот, и вы в дальнейшем могли бы уже более осознанно двигаться, более осознанно направляться. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощь, если она вам понадобится. Вместе с парнем обращайтесь за консультацией, я думаю, что семейная психотерапия вам тоже очень будет полезна.